Здравствуйте, с вами вновь Александр И я хочу вам сегодня рассказать о достойном, на мой взгляд, детском автокресле В сегменте ценовом, я имею ввиду, чуть ниже среднего Но по своим общим характеристикам, это кресло, на мой взгляд, является достойным конкурентом Более дорогих кресел от других брендов Поэтому сегодня я хочу вам о нем рассказать, что оно из себя представляет, как им пользоваться, как его крепить Называется это кресло Rant Rant это российский бренд, но один из немногих российских брендов, который делает хорошо Реально хорошо, и даже увези его куда-нибудь за границу и не говори, что это Россия Везде его примут за свой хороший бренд, хорошее качество Это кресло Rant Ultra SPS называется Конкретно та моделька, что мы сегодня будем рассматривать, с приставочкой Isofix Также бывает без Isofix Сегодня я буду вам показывать самую дорогую модель Потому что, когда Isofix нет, там просто его не будет, и будет понятно, что это за кресло Это кресло категории 1, 2, 3, с 9 месяцев до 12 лет Для 9-месячного ребенка здесь есть внутри вкладыш специальный, мягкий Он здесь снизу и здесь на спинке и на подголовнике Он нужен для фиксации более маленького ребенка, потому что если бы его здесь не было, он бы немножко здесь болтался Поэтому 9-месячный ездит с ним, растем, растем, растем Когда не нужно, мы просто его отсюда демонтируем И получается, что у нас, вы видите, сколько места образуется для более подросшего ребенка Соответственно, убрали, ездим дальше Ребенок крепится пятиточечными ремнями, естественно Также здесь они сэкономили и на ремни, на плечевой зоне, на накладках Здесь располагается прорезиненный материал, который при лобовом ДТП тоже лучше фиксирует ребенка Не дает ему проскользнуть, очень здорово Вот так мы ездим Потом, когда ребенок подрастает Здесь, кстати, регулируется по высоте, естественно, подголовник Что мне нравится, ремни регулируются вместе с подголовником Ничего не надо отдельно перекидывать Это очень реально удобно Ремни, когда ребенок подрастет до 100 см, это где-то 3 года Отсюда легко демонтируются И ребенок уже будет пристегиваться взрослым ремнем Взрослым ремнем это происходит тоже простым способом Вот так это будет происходить И обязательно нужно ремень пропускать Вот с этого ракурса вам будет виднее Через вот эти направляющие Здесь один выше, другой ниже Чтобы вы могли как-то отрегулировать так Чтобы ремень шел не на горле, а на плече ребенка Выглядит это все очень просто Вот так вот И там, соответственно, мы пристегиваем Так, где-то ремешочек Все В принципе, видите, ничего сложного в этом нет Что касается крепления ребенка, разобрались Теперь давайте рассмотрим это кресло более детально Посмотрим, что здесь за ткань Ткань здесь тактильная, достаточно приятная Что мне немаловажно, да и многим родителям Достаточно мягенькая Мягкий подголовник, боковушки Сидение чуть поплотнее, но тоже достаточно мягкое В общем, комфорту ребенка В плане комфорта ребенка здесь будет все нормально Вот Тактильно они приятные И, что самое главное, ткань гипоаллергенная И за ней легко ухаживать При деликатной стирке не больше 30 градусов Можно с чехла снять, постирать И никаких проблем Так, что касается комфорта еще ребенком Здесь есть наклон Наклон достаточно в широком диапазоне, я считаю Регулируется, вот вы видите, да Очень приличный наклон Ребенок спокойно спит с таким наклоном Голова вперед не падает В дальних дорогах тоже прекрасно Поэтому комфорт здесь отличный Так, давайте теперь посмотрим, как это кресло крепится Здесь можно пойти двумя путями Одним путь это изофикс Второй путь ремень В принципе, можно и изофиксом, и ремнем крепить Если вам так кажется надежнее Чтобы пристегнуть кресло Здесь с задней стороны Проходит сквозь кресло Вот такая трубка Мы ее вытаскиваем Она дает доступ нам Отодвинуть само сидение от основания Это делается только в положении отдыха А иначе она не отстегнется После чего у нас появляется Вот вы видите, доступ На заднюю часть И здесь есть красные направляющие для ремня С помощью которых мы крепим Сейчас я вам покажу Пропускается ремень Зафиксировали Ремешочек вот в красной зоне проходит Верхний ремень Верхний ремень проходит Вот в направляющем Вот с моей стороны Такой же направляющий есть Ремень мы сюда продеваем После чего хорошо все натягиваем Всю конструкцию И защелкиваем Вот этот способ Если у вас в машине нет изофикса Будет хорош Здесь состоит система натяжения Вот это красные направляющие Фиксаторы И оно будет стоять как вкопанное Если мало Можете еще дополнительно К этому всему Продублировать Все крепление На изофикс Пристегнуть То бишь Так сейчас я поставлю обратно Чтобы нам было это удобнее делать Изофикс Вы все наверняка знаете Что такое Это вот такие металлические салазки Которые вот к таким направляющим Фиксатором крепятся в автомобиле По длине они тоже легко регулируются С помощью вот этого рычажочка Очень удобно И что важно Он гибкий То бишь В любой автомобиль Можно поставить без проблем Просто под разным углом В разных машинах Изофикс расположен Здесь плюс ко всему Здесь плюс ко всему Еще есть система Якорного ремня Которая Вот она крепится сзади За сидением Там есть металлический Такой же крючок За которым мы цепляем И это получается Верхняя точка крепления Кресла Соответственно Изофикс Пристегнули У нас появилась Зеленая индикация Говорящая о том Что мы пристегнули Все правильно После чего Задвигаем Кресло Ближе к спинке Якорный ремень Пристегиваем И получаем Железобетонное Крепление В принципе Все возможные Варианты крепления Здесь есть Поэтому Универсальность Полнейшая Что в группах Что в креплениях Что касается Безопасности Это кресло Прошло Все обязательные Краш-тесты Чтобы попасть На полки Магазинов Соответствует Требованиям Безопасности А также Что мне понравилось В этом ценовом Сегменте Установлена Система Дополнительной Амортизации При боковом ДТП Это система Которая гасит Энергию Удара Сбоку В этом ценовом Сегменте Далеко не у всех Это есть Поэтому Это круто В принципе По креслу Добавить Мне больше нечего В двух словах Подытожу За эти деньги За которые Оно продается Ссылку добавлю В описании Пройдите Посмотрите Цены просто Меняются Периодически И актуальную Вы сможете Внизу по ссылке Посмотреть За эти деньги Конкуренты Ничего толком Интересного Не предлагают В большинстве Своем Есть конечно Предложения Но не так много Здесь вы получаете Реальную универсальность Что в группе Кресел Кресло 1, 2, 3 Что в креплениях Качество Хорошее Ткани Хорошие Посадка Удобная Наклон Хороший В принципе Что еще Желать Поэтому Рекомендую Обратить внимание Если ищете Дешево И сердито На это кресло И если это видео Вам было полезно И интересно Ставьте пожалуйста Лайки Подписывайтесь На канал И хочу поблагодарить Мир автокресел За предоставленное Кресло На обзор А вам Всего доброго До свидания